Всем привет, меня зовут Винсент Тео, и это Philips 805, который является OLED начального уровня 2020 года. Мы обозреваем 65 дюймовую версию под названием Philips 65 Oled 805, но она также доступна в меньшем размере экрана 55 дюймов. Ключевые функции Philips 805 включает в себя брендовый процессор P5 четвертого поколения, трехстороннюю встроенную подсветку Ambilight, поддержку нескольких HDR, HDR10, гибрид-лок гамма, HDR10 Plus и Dolby Vision, внутреннее декодирование звука Dolby Vision, а также Smart TV платформу Android TV 9.0 Pie. Дизайн очень похож на прошлогодние 804-й с ультратонкой рамкой и корпусом, который в конечном итоге немного утяжелился снизу, чтобы разместить внутреннюю электронику и блок питания. OLED панель установлена на паре низкопрофильных ножек с темной хромированной отделкой, но так как мы хотели использовать Philips 805 вместе с саундбаром, который мы будем обозревать, мы решили использовать прилагаемые удлинители, чтобы поднять телевизор сантиметров на 10. Из-за того, как спроектированы удлинители, сборка была не самой простой, но нас этим не напугает, так как мы не в первый раз засовывали вещи в дырку и вслепую там действовали. Соединение находится на левой задней панели телевизора, включая 4 входа HDMI 2.0b, где реализована только одна функция HDMI 2.1, а LLM или автоматический режим с низкой задержкой. 805 OLED поставляется с новым пультом управления Philips премиум-класса, который имеет гладкий удлиненный дизайн, покрытые кожей сзади и кнопками с подсветкой, большинство из которых загораются при нажатии. Smart TV работает на базе SCOC MediaTek MT5887 с 2.5 гигабайтами оперативной памяти под управлением Android Pie 9.0, и все ключевые стриминг-сервисы находятся на борту, включая Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и Disney+, а также коллекцию TV Philips, которая, помимо прочего контента, предлагает вам некоторые интересные сервисы. Для англичан также есть Freeview Play, который предоставляет доступ ко всем основным телевизионным сервисам Великобритании, таким как BBC iPlayer, ITV Hub, All4 и My5. 65-дюймовый Philips 805 использует OLED-панель от LG Display 2020 года, судя по Z-образному зеленому пикселю, снятому с помощью цифрового микроскопа. Все OLED-телевизоры способны воспроизводить настоящий черный благодаря свойствам самоизлучающей технологии, поэтому мы обычно фокусируем наше внимание на обработке почти черного, который является ключевой областью, отделяющей один OLED-бренд от другого. На этом движущемся тестовом шаблоне квантования HDR10 еще светлее черного, любезно предоставленном в стоясте Spears и Spears & Mansell, Philips 805 представил градацию блочным образом, чередуя мигающие артефакты тут и там. Это означает, что превышение почти черной цветности не подавлялось так эффективно, как на OLED-ах Panasonic и LG, что также проявило себя в сильно жатом реальном контенте. Чтобы уменьшить эти артефакты, вы можете перейти в подменю устранения дефектов изображения и включить как шумоподавление, так и снижение дефектов MPEG. Но имейте в виду, что вы также потеряете некоторые мелкие детали, что приведет к софт-фильтрации, если вы будете слишком агрессивны в настройках. Реализация искусственного интеллекта на Philips 65 OLED 805 может немного обескуражить. Для уточнения всех пресетов изображения проводится некая форма обработки искусственным интеллектом, которая использует алгоритмы глубокого обучения для классификации типа контента на экране, например, лица, природы, движения и т.д. После чего, обработка видео может быть соответствующим образом адаптирована к идентифицированному контенту. Однако, дополнительные настройки EE выделены серым цветом во всех графических режимах, кроме EE, что может привести некоторых владельцев к ошибочному предположению, что обработка EE активна только если стиль изображения установлен на EE. При дальнейшем тестировании, стиль изображения EE очень похож на яркий режим, где большинство элементов управления калибровкой заблокированы, поэтому мы решили вместо этого откалибровать телевизор в наиболее точных пресетах ISF и кино. Говоря о режиме кино, на самом деле это Filmmaker Mode для Philips 805, хоть он не обозначен как таковой. Вы можете указать телевизору автоматически переключаться в режим кино при обнаружении Filmmaker Mode в контенте. Хотя на момент съемки этого видео в сентябре 2020 года нам известно, что контент с Filmmaker Mode еще не доступен потребителям. Калибровка нашего Philips 805 прошла успешно с помощью прилагаемых элементов настройки баланса белого по двум и двадцати точкам. Однако, как и на предыдущих телевизорах Philips, пользовательский банк памяти баланса белого, общие и у SDR, и у HDR в пресетах ISF и кино. Так что нам пришлось уравновесить ошибки в SDR и HDR, что не идеально по сравнению с другими производителями телевизоров, которые предлагают независимые настройки баланса белого SDR и HDR, или телевизорами Sony, которые применяют допустимое смещение SDR к HDR после калибровки SDR. Тем не менее, на этой сложной схеме проверки цвета SG, где было измерено 140 цветов, средняя Delta E в режиме SDR стала 1.27 после калибровки, с всего лишь несколькими цветами, превышающими воспринимаемый человеком порог Delta E3. В результате цвета выглядели естественными и реалистичными в обычном контенте, чему способствовало само светящееся свойство OLED, то есть отсутствие подсветки, с которой нужно бороться. В отличие от OLED-моделей 2020 года других брендов, Philips 805 не оснащен 120 герцовой вставкой черного кадра. По сути, телевизор даже не предоставляет никакой опции вставки черного кадра или BFI в пользовательском режиме. Однако, мы можем принять за факт то, что Philips предлагает одну из наиболее эффективных на рынке интерполяцию движения кадров, которая была доработана в 2020 году. Под меню стиля динамических сцен, теперь есть новая настройка кино, которая применяет 5.5 pulldown к фильмам с 24 кадрами в секунду, удаляя эффект дрожания со съемок с медленным панорамированием. Некоторые зрители все еще чувствительны к дрожанию, присущему 24p, вызванному почти мгновенным временем отклика пикселей в OLED. Поэтому Philips обновили настройку фильма в стилях движения, добавив небольшую дозу интерполяции для сглаживания 24p дрожания. Полученный эффект мыльной оперы был очень легким, но он все еще предоставлял некоторые артефакты интерполяции в сложных сценах. Плюс, мы являемся пуристами и можем обнаружить мыльную оперу, какой бы минимальной она ни была. Поэтому мы предпочитаем вариант кино. Также, задействование стилей движения более чем удваивает разрешение движения от базовых 300 строк до 650 строк в этом тестовом шаблоне с горизонтальной прокруткой. А выбор пользовательского стиля движения позволит вам настроить Perfect Natural Motion, который устраняет дрожание для контента с низкой частотой кадров, и Perfect Clear Motion, который устраняет размытие для контента с высокой частотой кадров. Обработка видео была чище, чем у некоторых телевизоров Philips, которые мы рассматривали в прошлом, и не выявила непонятного улучшения края на шаблоне 1080p Luma Zone Plate. Масштабирование было приличным на этой тестовой карте SMPT RP123 в 576i, хотя мы могли видеть некоторые грязные пиксели, проскакивание и нечеткость из-за более тяжелой обработки. Телевизор правильно определил 2.2 и 3.2 каденции, устраняющие неровности и шероховатости в чересрочном контенте. В этом тестовом шаблоне 1080p со сперсом Масл HD Benchmark Disk, Philips 805 имеет полную полосу пропускания цветности только в режиме монитора, который доступен исключительно на 60 Гц, а не в режиме игры при любой частоте обновления. Оверскан можно убрать, установив формат изображения на оригинал, и так как Philips имеет половину горизонтальной широты встроенного смещения пикселей по сравнению с предыдущими OLED-ами компании, его нельзя полностью отключить. Поэтому изредка вы увидите смещение около 4 пикселей в одну сторону. Однородность экрана в нашем образце была превосходной, как и ожидается от OLED. Не было эффекта грязного экрана или бандинга, был только небольшой намек на синий оттенок в центре, если мы достаточно долго и пристально смотрели на экран, что не беспокоило нас при просмотре обыкновенного фильма. Темная однородность была посредственной, демонстрируя тонкие вертикальные полосы, типичные для потребительских OLED-телевизоров, а также два темных пятна по обе стороны экрана, так как нам пришлось накрутить экспозицию на камере и увеличить ISO, чтобы запечатлеть темные детали. Однородность выглядела хуже на камере, чем при просмотре глазами, которыми мы чаще всего пользуемся. Пиковая яркость HDR составила чуть более 700 нит в 10% окне после калибровки до D65 точки белого и 125 нит всего экрана. Покрытие DCI-P3 составило 98%, в то время как REC 2020 75% без существенных изменений в распределении спектра, полученного с помощью нашего спектрометра JT1511. Пиковая яркость 700 нит означает, что яркие отраженные блики оказывают немного большее воздействие, чем на всех остальных OLED-ах 2020 года, за исключением Panasonic HZ2000, который оснащен специальной профессиональной панелью. В небе марсианина находится незначительная пастеризация, но она значительно улучшилась по сравнению с Philips 803 и 903 2018 года. Другое улучшение в сравнении с прошлогодним 804, это то, что Philips 805 теперь адаптирует обработку тонов к метаданам MagCLL, но только с HDR Perfect установленным в положении выключено или автоматически. Согласно нашему тестированию, выключен HDR Perfect был наиболее точным. В этой сцене из чудо-женщины, в которой MagCLL превышает 1000 нит, молния будет выглядеть обрезанной во всех настройках HDR Perfect, за исключением, когда он выключен. Как вы можете видеть из EDID, интерпретируемого превосходным генератором функциональных сигналов, профиль Dolby Vision, реализованный на Philips OLED 805, является версией TVLED, позволяющей сцену за сценой или даже кадр за кадром оптимизировать обработку тона и цвета, без каких-либо признаков BlackRush'а, которые могут быть последствием на предыдущих OLED'ах от Philips. Те же из вас, кто зоркий и внимательный, возможно, также заметил в EDID, что Philips 805 продолжает поддерживать DTS. В год, когда все больше и больше производителей телевизоров отказываются от поддержки аудио кодека, хотя, конечно, на борту нет ER для передачи DTS HD Master Audio. Качество звуков встроенных динамиков было очень хорошим, с адекватными низкими частотами, четкими средними частотами и даже впечатляющими верхними частотами. Это, возможно, самый звучащий телевизор в своем ценовом классе среди OLED-телевизоров. Для гейминга input lag составляет 33 миллисекунды в игровом режиме 60-герцовым сигналом. И так как нет никакой поддержки игровых функций HDMI 2.1, таких как VRR и 4K 120 Гц, геймеры, вероятно, будут его избегать, рассматривая новые телевизоры в пару с консолями следующего поколения, Xbox Series X и Sony PlayStation 5. Ambilight, реализованный на Philips 805, является трехсторонней версией, и в то время как некоторые зрители могут наслаждаться дополнительным погружением, обеспечиваемым режимом соответствия видео, мы предпочли более точный статический D65 белый в подменю Launch Light, стараясь снизить яркость, чтобы избежать чрезмерной детализации теней, особенно при просмотре HDR-контента. Суммируя вышесказанное, Philips 805 является солидным преемником прошлогоднего 804 с таким апгрейдом качества изображения, как лучшее сохранение ярких деталей в 4000 линитовом HDR-контенте и менее заметным смещением пикселей. Отсутствие HDMI 2.1 и 120 Гц вставки черного кадра разочаровывает, но уникальная функция Philips Ambilight, высококачественная обработка видео и чрезвычайно конкурентоспособная цена получают нашу награду «Лучшее соотношение цены и качества». Если вы хотите посмотреть другие технологичные видео от Винсента Тео, то кликайте по плейлисту здесь. А если же хотите посмотреть видео с канала Stop the Foma, то жмакайте на этот плейлист. И увидимся в следующем видео.